Сколько у тебя было сексуальных партнеров до меня? И то, что он его задал, это уже звоночек. Но если ты тоже мужчинам задаешь, как женщина, такие вопросы первые. А сколько у тебя было женщин в сексе? У меня каждую неделю мужчины, у меня каждую ночь мужчины. Ярослав, да как ты смеешь так себя вести? Это неправильно, это некрасиво, старые мужчины? Привет, меня зовут Ярослав Самойлов, я психолог, эксперт в отношениях. И очень часто мужчины задают такой вопрос. И вы спрашиваете, а что же отвечать, Ярослав? А вообще это нормальный вопрос? Это вообще почему мужчины спрашивают? И как же правильно ответить? Или я там что-то ответил, а мужчина от меня отдалился? Мое мнение, что это некорректный вопрос мужчины. Не мужское дело, сколько у тебя там чего было до него. Тоже не совсем корректно ему так ответить. Да, слушай, это дурацкий вопрос, иди туда-то, я не буду отвечать. Мужчины-мусульмане, например, могут такой вопрос задавать. Такие властные мужчины, да, который, он пришел уже на первое свидание, еще для женщины ничего не сделал, а уже он и считает ее собственной. Я не говорю, что все мужчины так себя мусульмане ведут, и наши мужчины так же себя ведут. Я, опять же, из ваших вопросов отталкиваюсь, я же читаю вопросы, которые вы присылаете на почту, мне в Инстаграм, и я вижу, что вы задаете, и поэтому из этих вопросов я сужу. Кстати, если тебе важно разобраться, как же взаимодействовать с мужчиной на первых стадиях взаимоотношений, на этапе привлечения, на этапе, когда у вас уже отношения, и уже долгосрочные отношения, и у вас все хорошо или стало все ухудшаться, если важно разобраться, как же создавать по-настоящему долгосрочные счастливые отношения, тогда прямо сейчас кликай по ссылке под видео и успей записаться на бесплатный онлайн-курс «Мужчина. Честная инструкция». Как ответить? Не стоит уже по этому вопросу думать, что это мужчина плохой, неадекватный или недостойный. Я считаю, как правильно ответить. Если у тебя было много мужчин, не надо говорить много. Если у тебя было их десятки, не нужно называть точную цифру или больше 30, не помню точную цифру, больше 50. Лучше какую-то такую небольшую цифру, 3, 4, 5. Знаешь, как лучше ответить, что вообще мне сейчас 28 лет, за эти годы у меня было два раза я была в отношениях, вот столько-то у мужчин у меня и было. У меня там было 3 мужчины или там 4 мужчины. А почему ты спрашиваешь? Скажи, это настолько важно? Ты вот так отвечаешь. Но глобально ты должна понимать, что это некорректный вопрос. И то, что он его задал, это уже звоночек. Звоночек на какую-то тиранию. Но если ты тоже мужчинам задаешь, как женщина, такие вопросы первые. А сколько у тебя было женщин в сексе? Это тоже некорректный вопрос. Я считаю, что то, что было у меня в прошлом, это мое. И ты к этому отношения не имеешь. То же самое твое прошлое. Я не имею к этому отношения. И можно шуткой отшутиться было. О, у меня много мужчин. У меня каждую неделю мужчины. У меня каждую ночь мужчины. Можно так отшутиться? Но знаете, какой равносильно тоже глупый женский вопрос? А ты часто ходишь на свидание? А ты со всеми женщинами так себя ведешь? А вот он тебе подарил подарок, ты ему говоришь. А ты всем женщинам даришь подарки? Это тоже вопрос из неуверенности, который идет. Это не нужно за эти вопросы задавать мужчинам. Задавание от тобой таких вопросов тебя не красит. Даже если он тебе сильно понравился. Тоже не нужно думать, что ответ на этот вопрос его смутил. Но глобально отвечать очень просто. Если большая цифра, то ее занижать. Если там прям какой-то мужчина-собственник, да, и тебе важно там ему понравиться, например, ну говори один-два. Да, особенно если это невозможно проверить. Но при этом быстро отвечай на вопрос и быстро уходи с этой темы. И важно поинтересоваться, а почему ты спрашиваешь? Слушай, интересно, а почему ты интересуешься? Почему спрашиваешь? И тогда, если у меня спрашивают про прошлое, тогда я тоже имею право. Ты мне даешь индульгенцию на то, чтобы я тебе тоже задавал такие странные вопросы. Конечно же, можно повести себя по-другому и сказать, слушай, ну это странный вопрос, некорректный. Ну не хочу на него отвечать. Ну ты можешь возразить, сказать, я расстав, ну это же вранье, если у меня было 12 мужчин. А я не хочу вранья, я хочу быть честным. Тут тоже важно разделять, что такое честность. Вот смотри, давай представим, я прихожу на свидание, и я вижу тебя, и я хочу от тебя секса. И я очень честный. Я говорю, я хочу от тебя секса прямо сейчас. Ты говоришь, Ярослав, да как ты смеешь так себя вести? Это неправильно, это некрасиво со стороны мужчины. Я говорю, ну как же, я же честный, я же хочу быть честным, и поэтому вот я же хочу тебя сейчас. Я говорю, я хочу тебе сейчас. Это честность, честность. Но ты понимаешь, что это дурацкая честность. Поэтому важно разделять адекватную честность и неадекватную честность. И если я кому-то в чем-то нечестен, не в ущерб нам обоим, значит, я считаю, что имею право, ну, как-то в данном случае, чтобы никого не травмировать, ответить нечестно. Но при этом я понимаю, что не 100% честностью я не порчу никому жизнь. Я сейчас говорю в частности, я не говорю сейчас про себя, я сейчас привожу пример про ответ на вопрос, сколько у тебя было мужчин. И в любом случае, я считаю, что нормального мужчину не смущает это. Ну, у тебя была какая-то жизнь, ну, у тебя была какая-то своя судьба, у тебя были какие-то свои причины. Мне важно, какая ты сейчас и как ты смотришь дальше. Но при этом я все-таки рекомендую, если у тебя цифра, количество мужчин было большая, пожалуйста, ее уменьш. В цифры, которые числяются, там, 4, 5, 6, 7. И склони это даже, что вот у меня столько там было отношений, там еще одни были там короткие отношения, и вот столько было. Все. Если видео было для тебя полезным, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал, и до встречи в следующих видео. Пока.